Были проведены исследования уровня индекса счастья. И вот богатые города, то есть там, где люди нормально зарабатывают, там, где люди успешны, там люди с низким уровнем счастья. А какие-то маленькие городки, где люди общаются между собой, где у них есть какое-то сообщество, но они там гораздо менее, может быть, успешны, там меньше у них заработки, они более счастливые при этом. То есть мы видим, что человеческие отношения действительно строят то, что называется счастьем. Вот почему это так влияет на человека, на горожанина? Ну, это давит, это подсознательно давит. Когда ты заключен в какую-то коробку, и тут соседи, там соседи, сверху и снизу, ты чувствуешь себя как в тюрьме все-таки. Может быть, ты привык к этому, и ты не чувствуешь этого постоянно осознательно, но подсознательно это все-таки на тебе сказывается. Все вот эти высотные здания, они абсолютно, кроме того, бездушные. В них нет никаких особенностей ни архитектурных, ни человеческих, ничего. Надо обучать людей, надо показывать им, что то, что они достигают в современных городах, это просто каждый заходит в свою клетушку, закрывает за собой дверь, проверяет еще пару замков, закрыты ли они, окна и все прочее. Не могут ли к нему вмешаться соседи, и каждый должен чувствовать себя в какой-то мере безопасности. Если мы обеспечим человеку безопасность, несмотря ни на какие внешние условия, и у него не будет тенденции отгородиться от других, он будет чувствовать себя наоборот, что всегда он готов к какой-то связи, к еще большему сближению, тогда у нас получится совершенно иное строительство, архитектура, наука распределения площади и так далее. Тогда все будет по-другому. А сегодня у нас все-таки тенденция к тому, чтобы сделать себе безопасное минимальное окружение, какую-то клетушку, или я в такси сажусь, или где-то там в метро, неважно где, но я все равно чувствую, где я нахожусь среди других. Это мое место, это моя безопасность, это моя жизнь, ячейка. Так что нам надо воспитывать людей к более дружественной связи между ними, и тогда у нас получится, исходя из этого, другая архитектура и транспорта, и связей, коммуникаций, и, естественно, живищ и так далее. Если у человека будет ощущение безопасности, в мере этого он будет расширять свои границы с удовольствием, и будет изменять внешний вид городов, квартир и вообще всего. Сегодня он в первую очередь думает о безопасности. Это я, это мои дети, я их должен в садик, в школу, где, как можно ближе к себе и так далее. То есть сегодня все крутится подсознательно вокруг вопроса о безопасности. Как я могу вооружиться против других? Это очень многое значит. Обратите внимание на наши одежды, на наши дома, на наши квартиры, на то, как мы себя ведем, на наши средства передвижения, личные и так далее. Это все исходит из нашей внутренней потребности. Я хочу себя обезопасить. Это неощутимо, может быть, настолько человеку, но это есть. И в этом кроются проблемы бандитизма, насилия, все что угодно. Все они исходят из потребности себя обезопасить. Наука Бала говорит о том, что мы должны создать в такое общество, такую связь между нами, которая была бы подобна духовной связи между душами. И тогда мы обнаружим, что мы существуем совсем в ином измерении. Мы переключимся к тому, чтобы создавать какую-то связь лживую или более, может быть, и правдивую между нами. Мы не будем думать об этом, чтобы эта связь была в нашем мире. Мы будем думать о том, как нам сконтактировать наши внутренние желания, стремления, чаяния с другими людьми, независимо абсолютно ни от дистанций, ни каких-то, может быть, языковых барьеров, ни от чего, чтобы мы недопонимали друг друга. Мы должны действовать так, чтобы контакт между людьми, он становился абсолютно открытым настолько, что люди бы не ощущали бы вообще в мире, все люди не ощущали бы в мире, что есть между ними какие-то смысловые, лингвистические, психологические барьеры, несмотря на то, какое воспитание они получили, чтобы они могли преодолевать любые препятствия в связи между собой. Вот если мы будем стремиться к тому, чтобы создавать такие системы взаимосвязи, то тут уже действительно мы выйдем на следующий уровень взаимодействия. И от этого уже наши расселения, наши вообще отношения, они все станут другими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok